А вы знали, что Винни-Пух и Пятачков 50 лет? Герои известного мультфильма гораздо моложе виновника торжества села Плодопитомник, но на его дни рождения гости которых ждали. Татьяна Рубан вяжет мультяшек два года. На выставке мастеров поместились не все, но и те, что есть, очень привлекают внимание. А если так, то интерес не должен пропадать даром, считает мастерица. С сентября в местном Доме культуры планируют проводить мастер-классы для детей и взрослых. Я планирую, может быть, начнем мы детей обучать вязаные игрушки. Пока еще это в планах. Очень хочется, конечно, детям показать. Девчонки бегают, не каждый может купить игрушку, что нужно платить за работу. А купить пряжу и крючок, в принципе, можно всегда. Плодопитомники всегда отмечают праздники с размахом. В этом году даже выстроили тематическую фотозону в сельских традициях. А заместитель мэра Максим Ноженкин, который приехал с поздравлениями, отметил, этот район города славится чистотой и экологичностью. Наша, конечно, общая задача и населения, и администрации города сделать ваш район еще лучше, красивее, комфортнее. Сегодня вот мы посмотрели с Сергеем Юрьевичем проблемные участки, озеро в том числе, поэтому начнем на следующей неделе уже думать, что с ним можно сделать. Что уже сделано, так это тротуар. Его здесь выложили в прошлом году в рамках федеральной программы по ремонту улично-дорожной сети. Немало работы предстоит и в этом году. Будут у нас отремонтированы три дворовых территории, будут ограждения на детской площадке установлены, и будет проведена работа по благоустройству дома культуры. Документация подготовлена, сейчас она находится на стадии проверки и размещения. Здесь будет сделана тротуарная плитка, благоустройные газоны, расширенные проезды и поставлены опоры освещения. Все работы по благоустройству в селе начнутся предстоящей осенью. Из городского бюджета планируется потратить свыше 5 миллионов рублей.